Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет очередной мой влог, болтолог о моем заказе из интернета магазина Паула Контак. Вот как я дома ходила, решила перед вами быть абсолютно вот такой, какая вот я есть в жизни. Ну что, девочки, хочу вам сказать большое спасибо за слова поддержки, хочу сказать вам большое спасибо тем, кто действительно понял, почему, собственно говоря, я сейчас снимаю вот этот вот влог. Кому-то это может быть неинтересно, для кого-то это будет полезно. Просто если бы я раньше когда-либо хоть где-то бы встретила отзывы об интернет-магазинах, о том, каким образом они вообще сотрудничают с теми заказчиками, кто у них делает, то есть мы обычные люди, наверное, нам было бы всем проще, потому что зачастую, когда мы заходим в какой-то интернет-магазин, сейчас это стало очень популярно, мы не можем найти отзывы о нём, как обслуживать, стоит ли заказывать, действительно ли приходит товар надлежащего качества, и тот ли этот товар, потому что я как-то вот встречала на каналах Ютуб, я помню, какая-то девочка делала отзыв о том, что она сделала заказ в интернет-магазине, а потом выяснилось то, что ей прислали китайское, то есть как бы она потом ещё что-то делала, по-моему, заказ в Китае, и вот ей пришёл китайский заказ, то же самое, что-то с Китаем, вот что-то с этим было связано, поэтому, естественно, для себя я где-то там сделала заметочку о том, что, скорее всего, продавец именно этого интернет-магазина будет не очень добросовестным по отношению потребителю к покупателю, поэтому я для себя сделала вывод, что туда я лучше заходить не буду, подумаю несколько раз, и свой видеовлог, вот этот болтолог, можно сказать, да, я делаю для того, чтобы мамочки, девушки, которые хотят сэкономить, либо те, которые добили руку в покупках именно в интернет-магазинах, просто чтобы они для себя сделали вывод, я не то чтобы делала там, знаете, какую-то антирекламу, я хочу кого-то обидеть, оскорбить там, либо ещё что-то, нет, это вот далеко не для этого видео, моё видео сделано для того, чтобы кого-то предостеречь, потому что для кого-то 15 тысяч, это являются копейки, они могут сходить на эту сумму просто в кафе посидеть, для кого-то 15 тысяч является зарплатой, кто-то себе покупает, я не знаю, там фирменные дорогие одежды, и они могут менять эту одежду там по нескольку раз там на день, и покупать себе без проблем, шубиться, да, то есть у каждого свой достаток, у каждого свой какой-то уровень заработка, поэтому, девчонки, я это делаю для того, чтобы кого-то предостеречь, потому что на самом деле, вот я ещё раз повторюсь миллион раз, то, что я сделала заказ в интернет-магазине Паула Конта, лишь для того, чтобы сэкономить семейный бюджет, и я не стыжусь этого, мне кажется, то, что экономия на сегодняшний период, это почему нет, почему я должна переплачивать, если есть возможность купить, грубо говоря, товар со скидкой, то есть я могу честно вам сказать, девчонки, я очень люблю сейлы, для меня просто, я люблю распродажи, я люблю сейлы, я люблю, когда я понимаю то, что по большому счёту та или иная вещь, независимо, она продаётся, наверное, за ту стоимость, какая у неё должна быть, нет никакой свыше наценки, поэтому я очень люблю распродажи, я не стыжусь этого, девочки, абсолютно, я, ну вот такая вот, какая я есть, простите уж, наверное, кто-то из подписчиков меня поймёт, может быть, кто-то меня стоит и скажет там, ой там, фу-фу-фу, ну, девчонки, вот, без купюр, что называется, как бы, какая есть, такая есть, ну, так вот, вернёмся к моей теме, именно, что касаемо Паула Конте, на той неделе, в общем, я опять сама им позвонила, ну, так как, девочки, начну с того, что в понедельник, в общем, 14-го числа, по-моему, да, это было, нет, девчонки, вру, вот сейчас вот вру перед вами, я просто запуталась, сегодня 28-го число, неделю назад, вот, отчитывайте, да, то есть, как бы я позвонила, спросила у девушку по поводу курьера в очередной раз, она мне сказала о том, что будет, будет, ждите, ждите, но я поняла прекрасно то, что я столько времени этого курьера ждала, я его прождала, наверное, неделю-две, может быть, даже так, либо, ну, я очень долго его ждала, и поэтому я не делала никаких планов, зачастую, если я выходила гулять с ребенком, мы гуляли прям возле дома, девочки, то есть, пойти на какую-то дальнюю площадку, сейчас меня мамочки все поймут, когда ваш ребенок, которому два года, и зачастую ему очень быстро становится неинтересно, там, какая-то одна песочница, поэтому ему нужно пройти все окружающие песочницы, перекачаться на всех качелях, вернуться домой с киндером, и быть счастливым, поэтому в этот раз у нас была такая ситуация, такая ситуация, то, что мы с ребенком гуляли где-то поближе, мы не могли, я не, вот лично я не могла свой день как-то спланировать, сказать, там, я куда-то должна была там съездить, либо еще что-то, я все время пробыла дома, дабы не пропустить курьера, дабы, грубо говоря, не подвезти интернет-магазин, так как они закажут этого курьера, который ко мне придет, собственно говоря, чтобы было все с моей стороны для них по-честному, ну вот, девочки, ждала-ждала, курьера его не пришел, ну вот, я в тот понедельник, в общем, позвонила им, сказала, девушка, вот, ну когда уже он будет, она сказала, сидите, ждите, и знаете, я такая говорю, ну блин, сколько еще можно ждать, давайте, говорю, либо вы уже отправляете ко мне курьера, уже, ну сколько можно ждать, потому что, ну, хочется вернуть свои деньги, либо говорю, я уже пойду через Роспотребнадзор, раз вы меня, как бы, ну не слышите, не понимаете, я просто хочу получить свои деньги, да, может быть, для вас они небольшие, но для меня они сыграют какую-то роль в жизни, девушка, конечно, так, знаете, она остро отреагировала на то, что я, ей сказала, ну большое я могу сказать спасибо в том, что в течение, наверное, часа, потом ко мне постучался в дверь курьер, сказал, здравствуйте, он прибежал ко мне с бешеными глазами, вы что-то хотели отправить, куда, на какой адрес, я говорю, здравствуйте, как вы, ну, заказ, наверное, делала компания, вы знаете, его адрес, она такая, да, 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 все, 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 хорошо, давайте быстрее, все, я все уже заберу и отправлю, это, ну окей, хорошо, он его забрал, я, знаете, такая счастливая, довольная, всю неделю скакала, ла, все, уже там, уже процесс прошел, под конец недели, ну, как бы, это нормальная реакция, я девушке звоню, спрашиваю, девушка, здравствуйте, я такая-то, такая-то, хотел бы вот узнать по поводу возврата денежных средств, денежных средств, что вы мне скажете, вначале она мне сказала, ну, девушка проговорилась, наверное, она мне сказала, что стоит пометка 30 число, сейчас говорит, я уточню, подождите, она, в общем, знаете, мне потом сказала, нет, все, денежка вам отправилась, 24 числа, вот, все, ждите, в течение трех дней, сегодня 28 число, денежек на расчетном счете нет, естественно, я, как бы, им звоню, говорю, такая-то денежек нет, как бы, что вы мне скажете, она сказала, в течение трех дней, я говорю, ну, подождите, 24, 25, 26, пусть даже 27 крайний срок должны были прийти денежки, даже независимо на то, что это будет выходной день, так как мы работаем все, ну, точнее, работаем, это у меня, наверное, от работы своей осталось, так как мы все знаем то, что именно переводы на карточки, они переводятся независимо от праздников и каких-то дней, насколько мне известно, поправьте, если я ошибаюсь. О, девчонки, простите, сегодня без кофе, и все, и она мне такая говорит, ну, значит, 29 вот крайний срок должно прийти, естественно, я сказала, девушка, пожалуйста, вышлите мне платежку, она сказала, все, хорошо, через полчаса я вам ее вышлю, мы вышли с ребенком погуляли, пришли домой, я захожу на свою почту, я вижу то, что мне выслали платежку, не знаю, денежки пройдут или нет, девочки, еще скажите, пожалуйста, вот я где-то слышала, то, что если мы отправляем денежные средства через карточку, можем ли мы их отозвать, то есть, как бы там, по-другому что-то сделать, грубо говоря, мы отправили, а потом сказали, что нет, 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 такое было у вас, я так, для себя уже, знаете, я просто побаиваюсь, сейчас, конечно, это может быть для кого-то очень смешно, все скажут, и все, уже ку-ку приехали, но что-то как-то у меня, где-то что-то внутри, ну, у меня максимальное недоверие, это, отойду от темы, это одна из моих черт, моего характера, если я потеряла хотя бы к одному человеку какое-то доверие, с этим человеком мне уже достаточно сложно, то есть, я вообще такой человек, у меня в окружении, в моем окружении, я не скажу, что у меня уйма друзей, вот именно друзей, вот прям друзья мои, их практически, знаете, на одной руке хватит пересчитать, но если есть друзья, с которыми я прям вот друзья-друзья, как зачастую, у меня с ними дружба, может быть, уже 10 лет, проверенная временами, когда прям, я понимаю, что какие-то уже завихрения человека, там, когда он по отношению ко мне, я понимаю, это исход каких-то событий, там, если там можно сказать, что-то такое, знаете, колка, я понимаю, что значит, были на тот момент какие-то обстоятельства, что он был такой агрессивный, ну, так вот, это в плане доверия, то есть мне очень сложно довериться, и очень сложно поверить, и поэтому, ой, простите, и поэтому в данный момент времени, вот у меня абсолютнейшее недоверие идет к этому интернет-магазину, ну, так вот, скрестим пальчики, будем ждать, когда ко мне придет на расчетный счет мои средства, девочки, я хочу еще что вам сказать, наверное, еще раньше, я бы, наверное, как-то, вы знаете, была бы, я не знаю, даже год назад, как бы я поступила по этому случаю, что касаемо этого интернет-магазина, ну, если бы я была еще даже в прошлом году в такой ситуации, простите, девчонки, вот правда, но, вот на сегодняшний день, я могу сказать, то, что мы потребители, покупатели, мы не должны стесняться того, что мы хотим вернуть свои деньги, пусть даже девочки, вы купите просроченное молоко, оно будет стоить 60 рублей, и вы придете в магазин и скажете, молоко было просроченное, пожалуйста, замените мне его, либо верните мои денежные средства, потому что, потому что девочки, во-первых, это товаро-денежные отношения, которые, наверное, мы должны регулировать, и вот у меня, вот даже год назад, была такая, знаете, черта, я могла прийти в магазин, купить какие-то молочные продукты, прийти домой, и увидеть, что просрочился продукт, Дарвин, иди сюда, я опять со своим котейкой снимаю, уйди, все, иди, и были какие-то просроченные продукты, я сама себе улыбалась, думала, ну вот, грубо говоря, простите, где-то я, где-то я просмотрела, и выливала это все спокойно, и выливалось это все у меня в канализацию, спокойно, знаете, и каждый раз, вот так вот, периодически было, там протухшая колбаса какая-то, знаете, у меня была, кстати, такая ситуация, помню, я купила дорогой сервелат, кстати, это был какой-то праздник, я купила в магазине, это был не супермаркет, девочки сразу же говорю, я пришла, ну, в магазин шаговой доступности, обычный продуктовый, и мне нужно было, вот, нарезка сервелат, купить, а колбаску копченую, нужно было на бутерброды, она в вакуумной упаковке, то есть, я всегда, если я беру что-то такое, я стараюсь брать в вакуумных упаковках, для того, чтобы, да, уберечь себя от чего-то либо, вот такая вот девочка, знаете, вообще, помешанная, это все вы скажете, я пришла домой, я увидела, я ее вот вскрыла, и стала смотреть, то есть, как бы, продукт явно был просроченный, то есть, я как бы отдала, помню, там, ну, небольшой кусочек, что-то я рублей 400 отдала, по-моему, и потом я заметила, что был просто ценник перебитый, то есть, там была дата перебитая, видно было, что переделанное, что я как бы достаточно старый продукт купила, и знаете, почему-то, наверное, потому что еще и ребенок был еще меньше, чем сейчас, я так думаю, ну, ладно, это мой косяк, я тут косячила страшно, ничего страшного, вот буду на следующий раз умнее, но на сегодняшний день, я понимаю, анализирую то, что было со мной раньше, не нужно бояться, не нужно стесняться, не нужно думать, что о вас что-то подумают плохое, то, что вам заняться нечем, то, что вы какая-то скандальная девушка, то, что вот вы такая там женщина, вот вы какая-то, знаете, там, за копейку утаивайтесь, нет, девочки, это, во-первых, ваши деньги, это ваше здоровье, это ваш организм, и кто, если не вы, позаботиться о вас, мне уже комментарии под некоторыми моими видео посыпались о том, что я скандальная, в кавычках, типа, не скандальная девушка, которой заняться нечем, и на заднем фоне у меня там ребенок кричит, а полчаса мне там на почте постоять очень лень, знаете, я читала и смеялась, вот реально, потому что, ну, когда девушки, у которых нет детей, либо еще не стали мамами, по какой-то вот, ну, к сожалению, да, вот у них не почувствовали радость материнства, они могут так говорить, наверное, потому что любая мама меня поймет, когда ребенок играет сам с собой в машинке, в куклу, в игрушке, они эмоционируют, они кричат, знаете, вот мне, я реально получаю удовольствие, когда я вижу, что мой ребенок играет, и когда вот он берет, там, знаете, там, и начинает, ну, сам по себе, и это смешно, потому что ребенок развивается, это интересно, это интересно наблюдать, интересно видеть то, что ребенок сам себя может хоть на 15 минут увлечь, и 15 минут мама за этот момент может и попить чай, и убраться в ванной, и, не знаю, накрасить ногти и сделать какую-то укладку. Даже глаза накрасить может. Это серьёзно, девочки. Вот есть в интернете ходит, я где-то видела такой демотиватор о том, что пока ребёнок кушает печенюшку, мама может приготовить обед, завтрак, одеться, накраситься, собраться куда-то. Главное, пока ребёнок кушает печенюшку. Вот это мой случай. Пока у меня ребёнок может хотя бы на 5 минут отвлечься, я могу с вами поговорить, я могу снять видео, я могу его смонтировать. Я это делаю урывками, девчонки. Я могу честно вам сказать. Я делаю это всё, когда у меня есть какая-то минутка. И знаете, когда я прочитала такой комментарий, буквально 15 минут назад, я реально смеялась. Вот думайте о том, что мне заняться нечего. Пусть это будет так, девочки. У меня, кстати, герпес. Весна, а у меня герпес. Вот, девочки, у меня такой сегодня абсолютный сумбур, который я хотела с вами поделиться. Подписывайтесь на меня, если не хотите пропустить новое видео. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Спасибо всем тем, кто уже подписался. Спасибо большое за ваши добрые слова. Спасибо за понимание. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы доверяете. Мне, правда, это очень приятно. Я не буду говорить, знаете, каких-то высокопарных фраз сейчас о том, что там какие-то эти... Нет, я хочу, правда, вот... У меня, наверное, одно из моих кредо в жизни — быть настоящей. Без всяких, знаете, там, каких-то амплуа. Просто я хочу быть с вами по-настоящему. По-настоящему настоящей тавтологией получилась. Но мне, правда, этого хочется. Поэтому, девчонки, если кто-то окажется в какой-то такой ситуации, вы не знаете, что делать, пишите, будем с вами вместе разруливать ситуацию. Будем придумывать, как что-то сделать. Спасибо вам за тем, кто считает то, что мне заняться нечем, и я не скандальная девушка, кто мне пишет какие-то такие комментарии. Вы мне поднимаете настроение. Большое вам спасибо. Спасибо всем девочкам, которые с теплотой, с пониманием ко мне относятся. Всех люблю, целую. Всем, девочки, всех люблю, люблю. Так что вот так вот буду заканчивать, потому что уже смотрю, то, что я уже наболтала на практически 16 минут, я отвлеку вас от суеты ваших дел. Так что, девочки, до скорых видео. Надеюсь, всё будет хорошо. Если, девочки, кстати, интересно, как избавиться вот таких вот прыщиков, которые у меня появились в связи с моими нервами, как вы видите, я абсолютно без косметики, и все, у кого есть склонность к высыпанию, меня сейчас поймут. Зачастую нужно подождать немножко, когда заживешь, чтобы ни туда ничего не попадало, чтобы как-то подлечилась кожа. Так что, девочки, если вам интересно узнать, как избавляться от этого, как убирать красноту пост-акне, пишите в комментариях, я, скорее всего, может быть, для вас даже сниму видео. Даже если кто-то один меня попросит, для тебя я сниму видео обязательно, мой дорогой подписчик. Ну так вот, всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. Всем пока-пока!